На экране «Вида Кубани. Жизнь казаков» — это один из первых цветных советских фильмов. Посмотреть музыкальную комедию в Дворец культуры Родина пришла и пенсионерка Галина Ефимова. Говорит, здесь общение, интересное кино, концерты и своя неповторимая атмосфера. Мне нравится зал маленький, хороший, просматривается как собственный дом. Сидишь как у телевизора, все концерты видишь очень хорошо и близко. Фильм «Кубанские казаки» снял Иван Пырьев в 50-х годах прошлого века. Перед кинопоказом выступила заслуженная артистка России Светлана Рыбалченко. Исполнила несколько песен из кинофильма. Также народная певица рассказала о своей творческой биографии. Я всегда помню, когда мама уходила на работу, я одевала все ее платья, причем одно на другое, туфли. И она меня за это очень ругала, потому что каблуки все отваливались после моих примерок и выступлений перед зеркалом. Поэтому я пришла в эту профессию и, в общем-то, у меня как-то соединилась и профессия, и хобби. После фильма обсуждения и новые идеи. Предложили возродить шахматный клуб и проводить танцевальные вечера. Администрация «Химок» пообещала поддержать инициативы. Сегодня в зале довольно много людей. ДК «Родина» делает им чаепитие, они приходят с удовольствием. Здесь какое-то общение идет. Почему хорошо смотреть фильмы вместе? Потому что воспоминания вместе ты сидишь, сопереживаешь, вспоминаешь, думаешь. Встречи клуба «Иллюзион Родины» проводят два раза в месяц. Попасть сюда может любой химчанин. Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров, Служба новостей.